Первоначально сотрудникам уголовного розыска и волонтерам-поисковикам было известно немного. Супруги покинули свой дом на машине, а дальше их след затерялся. Масштабные розыски силовиков и добровольцев принесли результат, который не порадовал ни тех, ни других. В ходе проведения поисковых мероприятий во враге вблизи лесополосы при активном содействии граждан был обнаружен сгоревший автомобиль разыскиванных. На заднем сидении и в багажнике находились останки человеческих тел. В результате проведения комплекса оперативно-рыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска УМВД совместно с оперативниками отдела полиции номер 2 по заводскому району установили подозреваемого в совершении убийства Орловца 1968 года рождения. Преступник все рассчитал хорошо. Ливень, безлюдное труднодоступное место, огонь, уничтожившие следы. Однако он не учел, что его связи с потерпевшими так легко не скрыть. Так что, представ перед следствием, подозреваемому пришлось каяться. Ну и схватил трубу, подошел к ним, не ожидая от себя, какой-то ударил. То есть они никаких признаков в жизни не подавали после ваших ударов? Нет, не подавали. Мужчина в ходе допроса сознался в содеянном и пояснил, что 24 сентября 2022 года потерпевшие приехали к нему на дачный участок, расположенный в заводском районе города Орла. В процессе разговора между ними возник конфликт из-за ранее имевшихся долговых отношений, в ходе которого обвиняемый взял металлическую трубу и нанес обоим потерпевшим удары по голове, в результате которых они скончались на месте. Затем, намереваясь избавиться от доказательств, злоумышленник перенес тела погибших в их автомобиль, который перегнал в труднодоступное место и сжег вместе с телами. Показания фигурантов следователи закрепили на месте преступления. Мужчина в подробностях изобразил, как расправлялся с супружеской парой и заметал следы. Что стало прологом кровавой драмы? Следователи выяснили и это. Как оказалось, супруги обратились к сожительнице фигуранта за оккультными услугами. А когда магия ожидаемо не сработала, потребовали свои деньги и назад. По приговору суда прямо из СИЗО осужденный отправится в колонию строгого режима, где проведет 16 лет. Еще на год ему будет ограничена свобода. Иван Суверин, телеканал Первый областной.